Аминь. Взяли визиток? Я взял. Наконец-то. Вот там. Потому что русскими заняты. А то в городе Евреев служил. Это в Москве. Город Евреев, это Ярославль. Нет. В Москве больше. Может быть, по населению, в общем, больше. Обязатель Евангелия. Евангелия в Москве, в от setup Moota. Перед Реверюксичен с palavras. По Нín quien не знал… Микраб «Укримовочист Ku Klubシ», Просто ждать? Просто ждать, да. Тоже снимать. Сегодня у вас четвертого всякого показания. Да? Да. Каким образом? У нас есть нескрытое. Мы сами вверх выставим. В интернете или врач появится? Так вот, вы можете сами появиться. Вы уже появились. Мама? Канал есть. Бесплатный. Слушай, а чего вы это не сделаете на 16-й год, например, в календаре? Прилегательно было. У нас другая задача. У нас людей признать покаяние, веры во Христа, а не в календаре. А если вы уже покаянные? Покаянные? Покаянные он сам найдет, если ему надо. Это уже следующая ступенька. Календарики там все. Первым делом в Евангелии. Хорошо. В чем заключается ваша работа по жизни? Чем-то вы кормитесь? Да. Ну, каждый господь работает по словам. Вы работаете чем? Да. Кто вам против? Цель, цель. Я добрый звод. Нет. С выпкой поднимся. А, вы еще 10 минут взяли? Да. Я тоже 10 минут взяли. Сказал, сатана, отойди от меня. А это молодец. Не говори. Вы не возьмете, нет? Да нет. Да нет. Ну, там где работа есть работа. Давай, давай. Вот парень. Все. А вы что предложили? Нет, что это? Я на реакцию. Есть мозги или нет. Понял? Мозги проверяю. Вот это вот. Мозги есть, но он хитрый. Вещь снимает. Да. А вы меня обманули, что по новостям там будет показывать? Весь мир обманут. Понимаете? Нет. В церкви обмана нет. Вообще нет. В церкви есть толк, утверждение истины. Это не проповедь, это Евангелие. Правильно. В начале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. Потом в начале было слово, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В шахматы играешь? Нет. На деньги. Нет. Опять вред. Молодец. Молодец. Мозга не зарабатывать надо. Это не обман. Ну а Христос? Получи 200 рублей. А Христос как учил? Не заботясь о значительной жизни. Да нет. Да нет. Нет. Птицы небесные не... Посмотри. Господь питает. Посмотри на голубей. А их рассмотрим на детьми. Господь питает. Господь любит их. Вы ли не гораздо лучше птиц этих небесных? Я говорю, Господи все знаю. Да ничего про него не знаете. Почему? Ну потому. Предлагаете такие вещи? Я это предлагаю. Мозги проверяю. Действительно в церкви в Москве написано. Давайте я ваши мозги проверю. Зачем? Ну вы же проверяете. Я запомнил. В законе. Инвалид запомнил, говорю. Девять лет. Вы сюда спите. Зачем городу вреете? Я зачем? Да. На камеру смотрите в глаза. Отличайте. Глаза. 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 А у меня была лимфоторкома, это серьезная болезнь, это серьезная болезнь, это не показывает страшное дело, тебе нельзя показывать, это страшное дело, ну я выкарабкался, потому что не пьешь и не куришь, и женщинами дармовыми не пользуюсь. Думаешь, что они со мной подойдут? Ну так это грех, а Господь посылает вам инсулин за грех посылает, чтобы вы покаяли, да я вам с этим инсулином, и женщины бесплатно, выбирайте, вы нахватали и то, и другое. Господь говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, то есть покаяние не просто за какой-то либо грех. А как вас зовут, извините, вы не блецарились? Я вам проповедую Евангелие, вам зачем имя знать? Господь говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, отоблагая весь, что с неба сошел Сын Божий. Когда, в каком году? В каком году? Две тысячи лет назад. Ровно две. Господь наш Иисус Христос. От Рождества Христова, Рождество там будет 7 января. Будете отмечать? Буду. Факт? Чисто факт. Вот так вот. Он зашел на землю, чтобы за вас грех умереть. А за вас? Это меня уберут. Но я не каждый день не грешу. Потому что я уберегал, я родился, я повышен, я не грешу. Мне грех противен. Слушай, у меня сосед есть, хотя и все, кто это делал. А Господь, знаете, он говорит, думает, болван или не болван. Он говорит, ты знаешь, что я Христос. Я говорю, он иерогистик, высшее образование, 60 лет. Думаю, мозги поплыли. Я говорю, да, чувствуется, что я. Ди, блин. Как вы считаете, почему вот Евангелия одно, а течения и вершин много? Почему по-разному тебе нет? Объясняю, почему. Я эти вопросы прошу. Значит, каждый хочет власть друг над другом. Властолюбие, да, поэтому иереси сясти. Согласен? Да, потому что так важно. Мы сегодня как раз это програбили. Ереси и властолюбие. В большем случае это так. И плюс, все хорошо, десятину получают, уважение какое-то у них как бы перед другими. Понял смысл? Понял. И это, я скажу. А Евангелие там? Ну а где жили? Я сам. Это у вас, у пророка. У нас Иисус. Он бог слушать. Слушайте, почитай. Класс. Они просто читают. Да, да. Правильно. И у вас учили. У вас Корану раздают на улице? Нет? А у нас их Евангелие на улице. Что все знали учение, которое Христос принес. У нас для этого учатся. Ну а у нас тоже, вот оно, видишь, тоже есть сад, такие, крамы называются. Я не знаю. Надо, чтобы знать до конца свое учение. А то там у вас сейчас вот такое закрутилось. Ваххабизм, радикалы, ебил, не поймешь ничего. Помоги Господь. Воскресенье, он тоже, знаете, Воскресенье, то есть он из мертвых стал живой. Рома, у нас всякие есть. Ну, на разлетовку, что ли. Помоги Господь. До свидания. Вот, если есть, то жизнь не верит. Вот, понимаете, Христос. Евангелие, все слова Христос. Испомните, как понимаете, она не любит. И что смысл ведь? Что вы, кто? А, что, кто? Ну, может быть, если это, что-то, что-то хорошее, как вы, что-то есть. Евангелие, все четыре Евангелия, в одном дни, все, свежие писалки. Вы хотите, пожалуйста, не хотите, на нас, если у вас интернет есть. Ну, в Skype есть, можно поговорить, в полиции. Если вы, как говорится, увлеченочили, тем более духовное, это всегда уже очень-очень близко к интеллектуальному. Помоги Господь. Славный церковь, Евангелие, подарок. В православной церкви читать обязательно. А как же, всегда так было? Это сейчас там интернет какие-то, игры, всегда люди читали. Помоги вам Господь, веруйте, что Христос воскрес, и вы, и мы воскресли. Евангелие, подарок. Евангелие, все слова Христа вечной жизни, подарок. Православная церковь. Интересно, когда я говорю в православную церковь, что люди представляют. Православная церковь, подарок. Все слова Христа вечной жизни, Евангелие. Все слова Христа, Евангелие, вечной жизни. Подарок православной церкви, Евангелие. Первый христос воскрес, Евангелие, Евангелие. Господь, куда нас выйдет. И вот тогда он твердо. Так, ну что ж. Сайт православной церкви. Книжками надо значительно улыбнулся, он знает все. Кто всю жизнь прожил, даже как-то не повидался. Только о еде думать, это все. Желайте Евангелие Святой Христос. По благословению нашего Патероха Святейшего. Может он бывший, но Евангелие-то не бывший, оно вечное. А Бог, оно действует, он не прощает. Всем люблю. Продолжение следует... 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 Вы смотрите, в Ветхом Завете так сказано, что если вор украл даже хлеб, не спускай вору. В Ветхом Завете наказывают даже того человека, который крадет, ради того, чтобы он голодный. Даже за это наказывают. Я что вы говорите? Грех совершил смех Богом. Я повиню смерти. Ибо возмездие за грех смерти. Где написано про хлеб? Вы оказывает даже про хлеб. Я сейчас не могу, я не помню сейчас. Но это есть. Если у вас поисковики в библейске есть, вы найдете. Поймите, возмездие за грех смерти. Там не объясняется, как ты там пошел, пожелал человека, сам то же самое делаешь. Это объясняется, это Иисус объясняет. Почему вы не раздаете, а вы не читаете? Там Иисус-то и объясняет. Я согласен. Что не желаете, сам и от нас заплатить. Не делайте людям того, чего не желаете. Я этому человеку не делаю. Я не ворую у него. Я не подействую, жену, чужую не отбираю. Правильно, нет. Потому что почему ты не страшна. Мне-то должен об этом говорить, что человек погибает в грехе своей. У вас-то осознания греха нет. И вы под чумой почтением взяли страха Божьего. Соломон говорит, сначала мудрость и страх Господний. Я боюсь попасть в вас на вечное мучение. Написано в книге откровение, что будет суд Божий. Откроется книга, и каждый будет судим. Он написан из книги. Ибо всем нам должен. Ибо всем. Что сказал Иисус? Судитесь словами своими. Как вы говорите человеку осуждать. Если вы сделаете то же самое, на вас грех. Осознание в чем заключается? Никакого. Как вас осудим? А что-то по словам вашим осудим? Я тогда Бог вас осужден. Тогда я сделаю то же самое грех. Осознание. Потому что я вас осудил. Если я то же самое грех. А я этого не делаю. Я вас не осуждаю. Вас Слово Божие осудим. Господь, отвергающий меня, не принимающий слов. И не верит судью. Слово, которое я говорил, оно будет судить в последний день. Иван Гриотиана 1248. То есть по этому слову ты должен сверять свою жизнь полностью. Иначе ты будешь осужден на вечном очереди. Вместе с дьяволом. По какому? Я ангелу миру. Иван Гриотиана 1248. В Библии написано. Слово Божие, это Библия вся. Слово Божие. Она судит нас. Будет в последний день. То есть день суда, когда мы все воскресли. Мы сами себя судим своими словами. Я еще раз говорю. За что мы нас осуждаем? За что людей осуждаем? И потом делаем буквально то же самое. Если делаем. Если делаем. Если делаем. Тогда нас осудит Господь. А если не делаем, так ты меня осуждаешь за кражу. И не делаешь это. Я не осуждаю вас. Я вам просто говорю как факт. Мы нарушитель заповеди Божия. Вам надо оказываться перед Богом. А я даже объясняю тебе, почему я нарушитель заповеди Божия. Даже почему? Потому что я тебе говорю, у меня галош собаку утащила. И я на нее слился. Понимаешь? Если я краду, я не должен слиться. Понимаете? Царь Давидович сказал. Вырую свой человеческий ненавижу, а закон свой люблю. Все. Вы должны сказать. Бог запрещает воровать. Все. Я боюсь Бога. Я того не знаю. А я должен знать, почему Бог запрещает воровать. Я тебе конкретно говорю, почему. Он не спрашивает нас. Понимаете? Он нас не спрашивает. Хотим мы этого, не хотим. Хочу знать. Бог говорит, запрещает. Это грех. Все. Вы знаете, вы вот как идолам. Вот написано про вас. В принципе, с самого начала, как Моисей. Наконец-то вы открылись. А то я долго ждал уже. Вы на идолов молятся. Вот вы только на идолов, может быть, не молятся. Потому что я не видел этого. А так вы похожи на тех же. Когда Моисей пришел с этими скрижалями, они сидят уже там молятся. Да там никто-то там написал вот это. А я говорю, вот в каждом. Из нас, вот если вы осуждаете человека, и потом делаете то же самое. Вот это, только это есть грех. А не то, что где-то что-то написано. Иисус конкретно сказал, что одна заповедь... Вы одну заповедь приводите. А это же все включает. Иисус сказал, это заповедь пророка. Господь говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете из них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Это тоже его слова. Иисус сказал, как самая заповедь-то, которая. В ней, говорит, не делайте людям того, чего не желаете себе. В ней и закон, и пророки. Это вкратцы. И потом это все расшифровка, все он приводит, что значит царствие Божие, все это. А все это в одной фразе сводится, и все. Понятно было. Я этого не понимаю. Я даже православная церковь, понимаете, вот этого не понимает православная. Тоже начали говорить, ну не убей, ну не упроди. Я говорю, а вот посуду грязную я оставил. Я согрешил, ну не мытую смысле, я согрешил, ну как, ну не знаю, я говорю, а я согрешил, потому что я вчера буквально за это сестру, ну не то что ругал, ну ей высказывал это все, ты помой посуду, ну не нравится мне это. А сам сделал. Вот это и есть грех, то же самое, почти даже еще больше, чем я украл. Я за кражу так не осуждаю, как за немытую посуду. Понимаешь, а сам я не умываю. Это вы сами себя осудите, так именно, где больше грех, где меньше. А перед Богом любой грех, а так смерть. А Бог меня так же и осудит. Грех, либо возмездие за грех, смерть. Бог не говорит, что там одна заповедь больше, другая меньше. Он говорит, возмездие за грех, смерть. Мы должны тут же сразу умереть в отель. По милости Божьему еще живем. А дар Божьему, жизнь, смерть, где такое написано? Римлянам 6.25. Причем из Римлян, я по Евангелии. Вы Иисуса проповедуете или иреки. Ну как это? Я вам Новый Завет приложил. Это от Духа Святого. Это послание апостола Павла к Римлянам. Именно по Евангелии. Как я так и есть, это учение Христа. А не то, что потом кто-то написал, потом вы говорите про Редский Завет. Апостол Павел говорит об этом. Ученик Иисуса Христа. Апостол Павел церкви вот эти создал, которые до сих пор есть. И все по нему. А вы его осуждаете, вот эти церкви, а приводите с вами апостола Павла. Как мы его осуждаем? Чем? Да тем, что церкви от апостола Павла, вот эти вот, которые сейчас есть по восклаву. Как он говорит, что женщинам там молиться, чтобы с платками. Все же это от Павла, правильно? А вы говорите, что это неправильно. Мы не говорим, что это неправильно. Мы как раз за то, что у нас был вести сестра одеты двойных платок. А при чем здесь, я сейчас не про платок, я сейчас про церкви говорю. То есть они сейчас не по Павловску, вот эти Павловские церкви, которые прославлены, они в принципе по Павловску. Вы говорите, что они неправильно живут, что там торгуют, что-то. Вы сейчас приводите Павла, то есть Павел написал им, они все делают по Павловскому или они отходят до Павловскому. Женщин должны быть покрытые на море. Еще для женщин, я говорю про торговлю, чтобы там не было. А так, если кто-то изгонял, вы же сами читали, если вы читали, не вам было. Он мне на фщаков денег изгонят. Ну ладно, пойдем. Спасибо за просмотр!